При поддержке Русского географического общества Оператор Семен Аманатов Композитор Радик Тюлюш Продюсер Гия Саралидзе Режиссер Михаил Барынин Тува Центр Азии Испокон веков по этой земле проходили торговые караваны. Через нее прокладывали маршруты великие полководцы. Здесь пересекались пути многих народов. Одни продолжали путь, другие оставались и пускали корни. Теперь Туву населяют очень разные люди, с разными традициями, разного вероисповедания. И есть среди них те, кто вот уже много поколений подряд живут вдали от городов, цивилизации, современных технологий. Их объединяет одно – независимость. Независимость от налогов, реформ, квартирного вопроса и даже от границ. Эти люди об этом не задумываются. Они просто живут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как и прежде, люди здесь кочуют. Живут в юртах без электричества и телефонной связи. Они существуют в основном за счет разведения скота. Таких людей называют чабанами. Мы вместе живем с 1966 года. И до сих пор пасем скот, и овцы, и коровы, и лошади все есть. Год кочуем четыре раза. Весной, летом, и осенью, и зимой. Летом, осень, все носами. После лета, осенью сюда обратно хочу, и потом до зимы здесь сидим. И зимой туда немножко далеко, на гору. Здесь зимой в реке холодно бывает. У главы этой семьи очень странное имя. Оно звучит как фамилия – Зайцев. В советское время так над ним пошутила паспортистка. Проверить ее Зайцев не мог. Тогда русского языка он не знал. Да если бы и знал, то не огорчился. В степи паспорта – вещь ненужная. Так же, как трудовая книжка, прописка или страховка. Здесь мыслят более конкретными категориями. Раньше жизнь чабанов сложно было представить без верблюдов. Их использовали для охоты и дальних переездов. Но сейчас им на смену пришли автомобили. И верблюды на стоянках кочевников стали редкостью. Правда, зимой в степи автомобили бесполезны. И верблюды остаются единственным транспортом. 12 верблюд приняли мои сыновья. А сейчас 20 с лишним за 3 года. Верблюд через год переплотают. Другие сходы каждый год. А верблюд обязательно через год. Все время ухаживаем, пасем. Прежде чем использовать верблюды, его нужно объездить. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Для чабанов в этом процессе заложена основа кочевой жизни. В отличие от городской, она делится на совершенно другие этапы. Приручение верблюда – важное событие. Это как получение аттестата или водительских прав. Пимбе 15 лет. Он не смог учиться в школе. Слишком уж тянуло в степь, к лошадям. Пимбе сбежал и пришел к Зайцеву. Старики приняли его в семью, дали работу и дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тувинский конь Тувинский конь всегда занимал особое место в жизни кочевников. Для охотников и пастухов он незаменимый помощник. Их не используют для пахоты или других хозяйственных забот. Коней берегут, насколько это позволяет тяжелый кочевой быт. Их приручение – очень долгий и сложный процесс. Не всякий конь сразу готов покориться человеку. Ай, ай, ай! Во время приручения главное – показать коню свое превосходство. Для этого используют любые средства. Ай, ай! Этот конь пока не готов служить человеку. Слишком своенравный характер. Таким возвращаются по два, а то и по три раза. Вместе с Пимбой коней укращает Чапрано. Как и Пимба, он приемный сын. Родители привезли его сюда из бедного района Монголии и попросили Зайцева дать ему работу. Теперь Пимба и Чапрано – братья. Они объезжают диких лошадей, следят за табуном. В семье Зайцева восемь родных детей. Тем не менее, старики взяли Пимбу и Чапрано. Для степи это редкий поступок. Прокормить столько человек непросто. Моя мама родила только одну девочку и мальчика. А брат умер, мой старший брат. Я общая одна. Моя дедушка поехала стрелять кабанов. Поехала и смотрит там кочущие. Только кочевавшие местечки приехали. Вдруг девочка платит, говорит. Лежит маленькая девочка, вот так, этот, вольдоке, чудесном. Ага, вольдоке там. И девочку бросили и почевали дальше. Только новорожденную. И оставили там, чтобы она померла там. Ой, и дедушка привез ее и своим родственникам дал, который без детей. Ты возьми ее. Моей дедушке имя было Сагачи. Вот эту девочку звала Сагачи. Вот она так хорошо живет сейчас в Кузыле. Ей сейчас 85, наверное. Меня звает, она сестренка. Любит меня, потому что моя дедушка нашла ее. И мою маму так любит она. Надо родственнику много на это решать, чтобы помогать. Потому что сегодня Семен постет, скажет, завтра ты, послезавтра он. Вот так. В 20 веке при разделении территории СССР часть Тувы отошла Монголии вместе с людьми, которые не знали, что такое граница и что такое политика. В результате многие родственники оказались в разных государствах. Теперь, чтобы навестить своих братьев и сестер, Чабанам нужен загранпаспорт. При том, что у многих и русского-то нету. Это граница наших очек. Вместе с монголами живут до сих пор. Мы жили рядом вместе с монголами. Вместе на одной стоянке зимовали. И летом туда сюда охотчивали. Вот здесь очень большая, как саяны. Гор есть там, Гогей. Там тоже вместе жили. И братья женились на монголских девушек. Поэтому я хорошо с нами. Играетmens Дима ПОДПИШИН They rolled в виде Дима ПОДПИШИН Воем В Emily ПОДПИШИН Пой Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он остался без глаза. Такое случается часто. Рану обработают соляркой, чтобы не допустить заражения. Это мелкая неприятность. В последние дни лета чабанов ждут испытания посерьезней. Субтитры делал DimaTorzok Песчаная буря и гроза – самое страшное, что может произойти в степи. Это несчастье лишает имущества скота и часто даже жизни. Это последний день жары, говорила она уже вчера. Старшая дочь моя. Правильно, все. А когда летом так жарко бывает, осенью вот так станет. Это булаха, значит, дябанам булаха. Зимой много скот будет помирать. Чтобы скот не разбежался, его собирают в кошары. А люди прячутся в юртах и молятся. Других способов справиться со стихией за прошедшие столетия так и не нашлось. Субтитры делал DimaTorzok Это место находится далеко от шумных городов и цивилизации. Здесь живут люди, которые на протяжении нескольких веков искали укрытия подальше от власти. Субтитры делал DimaTorzok Старая вера Старая вера, так это как сказать, старая вера еще нас называет. Старая вера. Как она появилась, вера, так вот этой верой держимся. А тут Никон калечил веру. Он применил многое. Было на старого вера в гоняне большие в то время. Как пишут Насте, что там 300 лет назад было больше даже. Как издевались над народом, что на старого вера нет. Ты как кричишься? Двух перстов или трех? Двух перстов, значит, его там всякое разное. Казнят, мучают и убьют. От гонений староверы скрывались в лесах. В Туву они пришли в 19 веке. Они поселились глубоко в тайге, в верховьях Малого Енисея. Все же полностью отгородиться от цивилизации не получается. Лодочные моторы, трактора и мотоциклы в деревне есть. Они помогают в хозяйстве. Какую технику можно использовать, а какую нельзя, решают старейшины. На телевизоры, радио, компьютеры – запрет. Крестьянское хозяйство, таежный промысел и многодетная семья – вот основа жизни староверов. У Григория Юркова трое сыновей и одна дочка. Сначала два старшего сына, потом от промежуток был лет, наверное, восемь, семь. Вот сейчас опять двое. Ну, еще не знаю, то ли последний, то ли еще будет. Как Бог даст, так и будет. Большая семья – большая ответственность. Забот хватает и отцу, и матери. Женщины здесь не только воспитывают детей. На их плечах – уход за скотом, работа в доме и огороде. Год у староверов расписан буквально по дням. Тем более летом. Ну, так потихонечку живем, что нам делать-то. Сейчас вот скорость сенокоса у нас будет. Кто до Петрова дня начнет косить, кто после Петрова. Ну, праздник у нас такой, кто-то так по праздникам все считается, это все. Ровный сенокос на земле поблизости мало. И у каждой семьи свой небольшой участок. Как большая ценность, он переходит по наследству из поколения в поколение. Семьи растут, появляются новые, поэтому земли хватает не всем. Многим приходится ехать за десятки километров от деревни, чтобы заготовить сено. Музыка. 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 Готовые стога буксируют в деревню тракторами. Их одалживают друг у друга. Тем не менее, к технике староверы по-прежнему относятся настороженно. Не хотят от нее зависеть. Так же, как не хотят зависеть от государства. Мало кто в деревне получает зарплату или пенсию. Пара учителей – кочегар, почтальон. Остальные – официально безработные. Но староверов очень сложно назвать безработными. По дому работают тоже, вот, работают свои дела, как хозяйственное, поправляют. Кто доски пили, кто дрова, кто что. Все заняты. Каждый день заняты. Вот так. Так-то считается, это мы все безработные же. Просто все сами себе живут. Все самим приходится. Для Григория Юркова и других мужчин в деревне лето – особенно напряженное время. Помимо прочих важных дел, летом готовятся к зимнему промыслу. У каждого охотника в тайге свой участок. Для промысловика – это главный источник дохода, за которым нужно следить круглый год. Григорий проверяет свое охотничье хозяйство 5-6 раз за лето. Единственный способ добраться до тайги – по реке. Этим летом Григорий берет с собой в тайгу старшего сына Демку. Детей здесь рано приучают к тяжелому труду. Но дети и сами с ранних лет просятся с отцами в тайгу. Охотничий участок Григория – самый дальний. Дорога длиной 260 километров занимает несколько дней. Река постоянно меняется. Поэтому перед каждым порогом Григорий останавливается и внимательно осматривается. Здесь это называют «простраивать тропинку». Несмотря на свой опыт, Григорий не рискует. Сына он просит обойти опасный участок по берегу. Таких порогов на его пути будет еще девять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 стало. Поэтому, где волков меньше, туда кочуем. Где волков много, оленям трудновато. Счастливы ли эти люди? Мечтают ли сменить суровую кочевую жизнь на комфортную городскую, где любой магазин в нескольких шагах? Вряд ли. Заботы тотженцев просты. Но именно в этом их ценность. Снег в тот же сходит только в мае, а в конце августа приходят первые заморозки. Вот и все лето. Каких-то пара месяцев. Но для оленей даже этот короткий период – тяжелое испытание. Жара для них невыносима. Поэтому летом животных уводят в высокогорье. Тут дольше стоит прохлада. Днем температура не поднимается выше 15 градусов, а ночью опускается до минус 10. Солнечных дней не так уж много, в основном дожди. Кочуем туда-сюда. Летом на летнюю стоянку кочуем. Останавливаемся и дальше кочуем. Стоянок-то много. Туда-сюда кочуем. Постоянно на одном месте не живем. Климат комфортный для оленей – суров для человека. Поэтому запасы дров у семьи Сергея Карганая заканчиваются быстро. Деревьев в высокогорье мало, поэтому путь за дровами не близкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сложно представить, как бы выглядел процесс транспортировки дров без оленей. В жизни тотжинсов вообще очень многое происходит благодаря или ради этих животных. А потому без них у людей, наверное, пропал бы и смысл жизни. Так что, оберегая оленей, тотжинсы продлевают и свое существование. Вот такая связь. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Уже два месяца семья безуспешно ищет потерявшуюся часть стада. Обычно олени интуитивно двигаются за хозяевами и способны найти стоянку за много километров. Но их по-прежнему нет. Оленей 55 было. Вот недавно потерялись. Половину нашли. Сами пришли сюда. Остальные там остались. Вот и ищем. За оленями идем. Там оленей будем искать. Оленей ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Чем дольше идут поиски оленей, тем выше риск окончательно их потерять. Либо животные одичают, либо станут добычей хищника. Не видать. Не видать что-то. Тем временем младший сын, Данила, отправляется на охоту. Летом достать мясо намного сложнее, чем зимой. Связано это с правилами, которые местные строго соблюдают. К примеру, нельзя убивать самку косули. Летом она вынашивает детенышей после осеннего гона. В результате одним выстрелом охотник убивает сразу пять животных. Самку, двух еще не родившихся детенышей и двух нынешнего года, которые наверняка умрут до зимы без матери. Именно поэтому Данила ищет только самца. Его определяют по наличию рогов. У самки их просто нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В поисках оленей старший сын Андрей проехал более 70 километров. Он добрался до стоянки соседей, где и придется заночевать. Таким визитом хозяева всегда рады. Гости в тайге – большая редкость. На этой стоянке живут два брата. У одного из них – жена и дочка. Алсу, пожалуй, самый молодой оленевод в тайге. Она учится в пятом классе поселковой школы. Во время каникул всегда приезжает на стоянку к родителям. В тот же ребенок рано становится самостоятельным и начинает вести хозяйство наравне со взрослыми. Я – старший брат, поэтому здесь старший я. После отца я. После меня он должен быть. Чайныш. С четвертого класса меня дедушка в тайгу забрал. И вот в этом поколении и я. Я – Чайныш, а Чайна – его дочь. Пока нас четверо. Пока снили. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В поиске оленей Андрей проехал около полутора сотен километров. Проверил все места, где животные могли оказаться. Но так и не нашел. Лето заканчивается, и дождей становится все больше. Для оленей это комфортная погода. Но до наступления холодов важно успеть уйти с гор. Замерзает здесь все очень быстро. Через несколько дней семья Сергея Карганая отправится на зимнюю стоянку. Если до этого момента потерявшиеся олени не появятся, то про них придется забыть навсегда. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На следующий день издалека раздался долгожданный щелкающий звук. Он говорил о приближении стада. После долгого отсутствия потерявшиеся олени появились на горизонте. Удивительная способность ориентироваться на местности помогла этим животным найти хозяев. Теперь семья может спокойно вздохнуть и собираться в путь на новое место. Переезды для тотжинцев привычное и несложное дело. Только в такие моменты понимаешь, насколько мало человеку нужно для жизни. Здесь нет ничего лишнего. Ни микроволновых печей, ни диванов, ни кухонных гарнитур. На такие мелочи тотжинцы не размениваются. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все необходимое погружено на оленей. Впереди долгий путь к зимней стоянке. Субтитры делал DimaTorzok Скоро снимутся с привычного места и чабаны. Они двинутся на юг. И только староверы встретят осень на своей земле, в деревне. Времена года в жизни этих людей не размытые понятия. Каждый сезон приносят свои заботы и радости. Эти люди очень разные, но принцип жизни у них похож. Как будешь работать, так и будешь жить. Вот так и живут. До зимы остается неделя. Приходит зима. Для тотжинцев, староверов и чабанов начинается главный промысел — охота. От ее результатов зависит благополучие в следующем году. Здесь правила просты. Какова добыча, таков и семейный бюджет. Поэтому вся жизнь этих людей построена вокруг именно этого времени года. К нему здесь начинают готовиться сразу после завершения предыдущего сезона. Первыми зиму встречают жители Тоджи. Снег здесь лежит уже в сентябре. А к октябрю вся тайга покрыта полутораметровыми сугробами. Вместе с землей под толстым слоем снега скрываются и дороги. Поэтому местные жители оказываются фактически отрезанными от центральной части Тувы. Единственным транспортом здесь остается олень. Без него охотничий промысел в Таежной Тоджи практически немыслим. Семья Сергея Карганая со своим стадом уже спустилась с гор. Зимой в горах температура достигает 55 градусов ниже нуля. Внизу намного теплее и больше возможностей для охоты. Сейчас семья ждет окончания сезонного гона у оленей. В брачный период самцы становятся очень агрессивны и не подпускают к себе даже человека. Постоянные схватки между соперниками становятся нормой. Стоит окончания сезонного гонок. Стоит окончания сезонного гонка. Чтоб друг друга не драли, чтоб класс не попал, дорога. Так, это опасно. Вот уже несколько лет подряд семья Сергея зимует в этой избушке. Жилище сильно отличается от привычных тотжинских чумов или палаток. Избушка досталась охотникам случайно. Местные говорят, что 30 лет назад ее построили участники научной экспедиции. Советские ученые уехали, а дом остался. Долго пустовал. Стены покосились, крыша прохудилась. С тех пор семья Сергея зимой селится здесь. Здание непрочное, но сильные холода в нем все-таки легче переносятся, чем в палатке. Но холода для тотжинцев не главная забота. Сергей и его сыновья заняты основным своим промыслом – охотой. Это занятие приносит им не только мясо, но и ценный мех. В этих краях пушнина издревле была главным объектом товарно-денежных отношений. Здесь нет банковских карт или кредиток, да и рублей редко у кого встретишь. А вот мех можно обменять на муку, соль, сахар, спички и сигареты. Сейчас Данила и Андрей отправляются за соболем. Для этого промысла тувинцы традиционно используют собаку – специальной местной породы – тувинская лайка. Она особенно тем, что идет только по соболиному следу. Ни на какого другого зверя не отвлекается. Тувинские лайки отличаются превосходным нюхом, быстротой и, главное, большой выносливостью. Бывали случаи, когда, преследуя зверька, собака разбивала лапы в кровь, но в итоге достигала цели. А позже ее, обессиленную, приходилось нести домой на руках. Такими собаками тоджинцы сильно дорожат. Их потомство особенно ценится среди охотников. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, тотжинцы не любят считать добычу. Для них это плохая примета. Но подводить итог иногда необходимо, чтобы понять, стоит ли кочевать в поисках более выгодного места охоты. За первые две недели зимы братья добыли 15 соболей. Это хороший результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это центральная часть Тувы. Здесь живут староверы. С приходом зимы их деревни пустеют. Мужчины отправляются на свои охотничьи участки, а женщины остаются. Теперь все хозяйство на их плечах. Охотники уходят в тайгу на 100 дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Григорий уходит в тайгу одним из последних. Вещей с собой берет немного. Еще летом он перевозил все необходимое частями. Бочки с топливом прятал на пути от деревни до своего участка. За один раз в лодку все не поместилось бы. Осталось взять только мешки с сухарями. Это паек на всю зиму. Сухари не портятся, и их можно грызть постоянно. Готовят паек жены. Сентр мужская работа, а не женская хлеба заводить. А так тяжелая мужская. Вот кто в зиму полетал. Первый год мы сошлись с Григорием, когда с родителями жили, с егошними. И вот только жили шесть месяцев с родителями, он мне кушать не заводил. Только родители уехали, и все. Как подменили. Не буду, и все. Заводить. Замешивать. А так каждый день. Каждый день, божий. Сухари сушить не нужно. Пока я два куляна сушил сухарей. Целый месяц вот так. Каждый день. 25 килограмм. Это мне хорошо, пока один тег выходит. Так. А еще три-четыре. Детей с собой Григорий не берет. Им еще рано заниматься промыслом. С собой берет собаку. Это ее первая поездка в тайгу. Собак-страверы используют для охоты на белок. Внимай. Иди собаку. Приведи. Аккуратно, не сорвалась, ты у тебя курица. Крепко держи ее. Веди ее туда, на белок. Держи крепко. Сон она сиделась. Участок Григория далеко от деревни. 250 километров. Очень важно уехать вовремя, пока не началась шуга. В это время добраться до тайги становится невозможно. На поверхности Енисея появляются льди на разного размера и плыть опасно. Приходится ждать полтора месяца, пока река покроется толстым слоем льда, чтобы можно было идти пешком. Но страшнее всего потеря времени. Результаты промысла будут хуже, а значит денег семье на весь год может не хватить. Путь до участка занимает в два раза больше времени, чем летом. Около четырех дней. Потому что уровень воды опускается в некоторых местах до полуметра. По низкой воде быстро плыть нельзя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, иди, иди. Это первый снег. Он означает, что скоро Енисей замерзнет. И уже по льду староверы повторят свой путь. Перед Рождеством они возвращаются в свои деревни пешком. Этот праздник принято встречать вместе с семьей. Но расстояния их не пугают. Староверы вообще привыкли совсем к другим масштабам по сравнению с городскими жителями. Участок Григория по площади в пять раз больше Москвы. В три раза больше Лондона. И на нем только один хозяин. Больше людей нет. Вот это новые капканы. Прежде чем ставить, то тут надо их проварить маленько. Хвои либо кедровые, либо виловые просто. Чтоб так маленько не пахли, чтобы. Ну, соболь, белка в них попадает. Ну, рябчик попадет, сядет или кто там еще. Не нужен, конечно. На соболе они в основном вот эти капканы. Белка тоже попадает в них. Ну, много их там на горе. До кучи разобраться по всему кругу, наверное, 600 капканов. Ставить капканы – более трудоемкая работа, но более результативная. Их приходится постоянно проверять. Это значит, охотник должен ходить от одной ловушки к другой практически без остановки. Если вовремя не забрать добычу, это сделает кто-то другой. Не человек. Зверь. Тропа – одно из главных ценностей охотника. Она переходит по наследству из поколения в поколение. Летом тропы проверяют, как и избушки. Где-то срубают ветки, где-то убирают с пути упавшие деревья. Зимой все это создает проблемы в дороге. А проблемы – это лишнее время, которое можно потратить на дело. Григорий разрешает охотиться на своем участке племяннику. Но на тропу он его не пускает. Каждый охотник должен сам построить свою тропу. Такие здесь правила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Главная цель староверов – соболя. Белка и рысь второстепенны. С их помощью охотники учат своих собак. Ну вот когда вот с этой вот первый раз, допустим, убиваешь, надо стараться, чтобы она к тебе ее принесла. Не ругать ее. Когда схватит, пусть порвет она ее. И стараться, чтобы она к тебе ее с белкой вместе подозвать. Потом вот так вот собаку научишь. Он там, он стрелил кедровку. Она побежит ее, схватит. Ну зачем тебе туда самому ходить? Раз тебе принесет, отдаст. По дороге до следующей избы Григорий охотится на рябчиков. Их используют в качестве приманки для соболя. Она мне не отживаться идет. Вас боится видеть, рассматривая. Вы сегодня умывались? Зубы чистили все. Все. Со зверем туго это гнать надо в тайге. Не умывайся. Расстояние между избушками около 20 километров. Это расстояние Григорий проходит каждый день, проверяя свои ловушки. Полный круг около 130 километров. Чтобы добыча не испортилась, Григорий должен вернуться на это место через неделю. После того, как пройдет весь круг. Через неделю обязательно. А если потом другой кто-то придет, что попало, он нежесъедает, ходит. Твои путики ходят, проверяют. Там звери всякие. Или мыши начнут прыгать. Или тут кровь от лапы набежит у него. Начинает эта же гидровка прыгать. Ну клевать. Через неделю желательно. Всем помаленьку рябчик оделишь. Кому крылышко, кому что там. Отдохнуть можно только ночью, добравшись до очередной избушки. Но и здесь предсказать ничего нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok Медведь заходил в избушку. Что остается с зимы. Вешаешь к потолку. Вот он взял это в окно или в дверь залез. Наверное, принес. Вот здесь и взорвал. Ну, в общем, чуть-чуть поел, да. Это говорит моя. Я, говорит, больше тебя. Ну, вот это вот такие все. Нету. Сарапает. Показывает, кто больше. Порядок навел за лето. Ну, вот оно висит вот на этих гвоздях все. Когда уходишь, что, остаешься? Там маленько сухарей, да что там. Ну, вот он приходит, как обычно. В который-то раз оно все так останется, уйдешь. Ну, сейчас хорошо, хоть еще печку не разобрал. Не выкинул. А то в гармошку. Ну, он же уже эту печку изгибал всяко-разно. Выкинет он ее туда. Таких избушек у Григория около десяти. В них он только спит. Надолго не остается. Ну, у меня там вот так вот кругом. Вот эта речка, которая вот. Вот это, например, так вот она идет. Развелажится. Вот тут одна избушка. В ключе. И вот у меня потом здесь избушка. Здесь. Вот здесь. Вот здесь. И вот так вот идешь. Вот так кужишь. Каждую ночь в новой избушке ночуешь. Тетя раньше вообще вон там, возле костра жили. На это. Вот так вот навесик сделают. Живут возле костра. Тут вот белкует. Дед мой тоже вон вообще без избушек возле костра до войны ходил. Вон и вон. Вон и вон. Перед окончанием промысла староверы Григорий всегда охотится и на крупного зверя, чтобы привезти в деревню не только мех, но и мясо. В течение зимы Григорий тоже охотится. Невозможно продержаться сто дней на одних сухарях. Григорий 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 Субтитры создавал DimaTorzok Но морозы стоят такие же, как на севере. Семья Зайцева уже перекочевала на место зимовки. В отличие от остальных жителей Тувы, чабаны не охотятся. Но это не уменьшает им дел зимой. От рассвета до заката они ухаживают за своим скотом. Главная цель зимой — сохранить поголовье в условиях сурового климата. КОНЕЦ 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 Для того, чтобы скот не замерз и не заболел, кошары утепляют. Это для коров зимой. Простой песок не пойдет. Нужен сухой. Его мало, все уже промерзло. Зимой страшный мороз. Подсчет скота – это подведение итогов года. Количество баранов в стаде не бывает постоянным. То возрастает, то падает. Причин много. Например, прошлой весной зайцев потерял 30 овец из-за клеща. Зимой животные могут погибнуть от холода. Результаты хорошие. Это не может не радовать. По такому случаю устраивают праздничный пир и закалывают барана. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сегодня старики собираются в важное паломничество на гору Кижиге. Это событие делит их год пополам. И если подсчет скота – хозяйственное подведение итогов, то это – духовное. Каждый год сын Зайцева приезжает, чтобы отвезти стариков в это важное для них путешествие. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok